В этом видео в PrepaMax мы смоделируем контакт с прощёлкиванием. Итак, для начала в FreeCAD создадим 3D модель. Зачёлка у нас будет совсем маленькой. Сохраняем её в формате STP. Единицы модели оставляем миллиметры и переходим в PrepaMax. Создаём новый файл. 3D модель была в миллиметрах, значит выбираем миллиметры. Импортируем геометрию. Как видим 3D модель у нас загрузилась россыпью. Поэтому для начала создадим компаунды для клещей и для якоря. В свойства сетки добавим параметр разбиения. Укажем максимальный размер конечного элемента и минимальный размер конечного элемента. Генерируем сетку конечных элементов. Это действие будем выполнять только с компаундами. Для удобства назначения контактных пар создадим группы объединения поверхностей в местах соприкасания клещей и якоря. Создадим материал. Для данной задачи понадобятся только упругие свойства – модуль деформации и коэффициент полосона. Назначим свойства конечным элементом. Они у нас объемные, поэтому выбираем Solid Section. Проверяем материал и выбираем элементы. Добавим поведение поверхностей. Для этого ролика возьмем самую простую модель – пересечение двух твердых тел. Создадим контактные пары. Проверяем параметры взаимодействия. Метод поверхность к поверхности. Настраиваемая. Зазор оставляем по умолчанию. Ведущая поверхность – это у нас верх защелки. Ведомая поверхность – верх якоря. Немножко раскрасим, чтобы их различать. И аналогичным образом создаем вторую контактную пару. Но уже для низа защелки и низа якоря. Вот наши разноцветные контактные пары. Далее создадим амплитуду. Для изменения параметра перемещения якоря. Тут у нас может быть секунды и герцы. В нашем случае будут секунды. Для данного ролика достаточно двух точек, обозначающих начало и конец движения. На нулевой секунде перемещение – ноль. На десятой секунде – единица. Это означает полное значение перемещения. Создадим расчет. Он будет состоять из единственного статического шага. Расчет будет выполняться шагово-итерационным методом. Подбор количества шагов ставим автоматически. Временной период ставим 10 секунд, такой же как и в амплитуде. Время получения первых результатов – полсекунды. Это же значение программа будет использовать при подборе плотности шагов. Добавим закрепление. Закрепим защелку во всех направлениях. Я говорю, зададим перемещение на минус 2 миллиметра вдоль X, а по YZ закрепим. Все, можно запускать расчет. Загружаем результаты, смотрим, что получилось. Масштаб деформации сразу переключаем на реальные значения. Включаем показ общих значений перемещений и нажимая на кнопку «Следующий шаг», смотрим, как будет изменяться перемещение во времени. Тоже сделаем и для напряжений, но пускай в этот раз проигрывается анимация. Переключаем на считывание кадров с рюкзенных шагов и немножко уменьшаем количество кадров в секунду, чтобы анимация была не такой быстрой. Чтобы узнать, какая сила нужна для проталкивания якоря сквозь защелку, сначала переключимся на шаг с максимальными значениями напряжения. Далее в History Отпут добавляем получение значений узловых нагрузок. Выбираем компоненту вдоль X. Статический шаг у нас один. Из списка временных шагов нас интересует только одиннадцатый. Для получения узловых нагрузок выбираем поверхность, к которой мы приложили перемещение. Вот наша табличка узловых нагрузок. Если просуммировать эти значения, мы получим силу, которая нужна для прощелкивания. Подобнее всего это делать при помощи электронных таблиц. И для данной демонстрационной схемы сила получилась равной 8 ньютонам. Защелкиванием все понятно. Но не менее интересно, какая же нужна сила, чтобы наоборот выдернуть якорь из защелки. Давайте это узнаем. Чертим в Африкаде аналогичную 3D модель, но уже с якорем внутри защелки. Далее повторяем все ранее описанные действия. Естественно, другим будет расположение контактных пар. Путем подбора пришлось уменьшить время начального шага до 0,2 секунды. И очевидно, изменить направление движения лягаря на это противоположное. Поскольку расчет выполнялся в упругой стадии и без возможности моделирования разрушений элементов, на последних шагах наблюдается вот такой вот эффект. Но тем не менее, результаты вполне читабельны. По запредельным напряжениям можно понять, что защелка скорее разрушится, чем отпустит якорь. Давайте узнаем, какая сила для этого понадобится. Добавим в History Отпут получение значения узловых сил для данного случая. Чтобы выдернуть якорь из защелки, нужно около 20 Н. Ну и напоследок проиграем анимацию. На этом все. И як завжды дякую за увагу. Продолжение следует...